Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Divinity Original Sin 2 Продолжаем наше путешествие по этому острову, который называется Форт Радости Погоди-ка, погоди-ка, тут ничего? Нет, показалось, думал что-то лежит, но не тут-то было. Бочка 26 золотых монет, довольно неплохо. Хорошо, продвигаемся с вами далее Так, автосохранение. И впереди нас ожидают два жука Интересно, мы с ними сможем справиться или нет? Ну, давайте попробуем сейчас пройти мимо, а потом, если что, вернуться и... Оружие для умельца. Смерть от меча Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что это такое Прочесть Совет владельцам слабоватого оружия. Привяжи свой нож или заточку, если больше нет ничего К палки или ветки. Получите некое подобие меча Что ж, неплохо И еще тут один ящик, но он пустой Хорошо, хорошо. Так, продвигаемся далее Тут ничего нету. Обычно во всех играх на побережье обязательно чем-то валяется такое. Полезное, хорошее Пусто. Ух ты, а это кто у нас такой? Какой-то ящер Какой-то ящер Ну-ка Ящер поворачивается к нам, с уверенной грацией танцора или дуэлянта. Ваши взгляды встречаются глаза его словно темные угольки, прожигающие вас насквозь Я выжил, да, но мог бы и погибнуть, если бы вы не вернулись и не помогли нам всем Примите мою благодарность Прижав руку к сердцу, он приветствует вас движением головы Большим, чем кивок, но явно меньшим, чем поклон Сказать, что мы были рады Да, я вижу, что у вас есть задатки героя и все такое, но давайте не увлекаться, хорошо? А теперь, если это все... Не хочу показаться снисходительным, однако, как мне казалось, было очевидно, что я созерцал волны на море Он театрально вздыхает Скажите, что вы увидите, когда смотрите на океан? Детские солнечные дни Воспоминания, да, именно Он снова смотрит на море И вы делаете то же самое в течение некоторого времени Вы созерцаете волны в блаженном покое Что до меня, когда я смотрю на бесконечную гладь перед нами То вижу империю Я вижу континенты с россыпью великих городов И где-то там, у самого горизонта, я вижу дворцы моего рая Потерянного рая Что ты имеешь в виду? Что вы имеете в виду? Под что я имел в виду? Я имел в виду то, что сказал У меня была вполне конкретная империя, которую я потерял Внезапно, сквозь налет глубокого оскорбления на его лице Проступает изумление Тогда чего вы стоите и таращитесь на меня, словно обезьяна на очки? Или вы всерьез не знаете, кто я такой? Покачать головой, вы понятия не имеете, кто он такой Или хлопнуть себе по лбу Ну, разумеется, каждый алисократ знает о красном принце Давайте вот это вот Именно что Я и есть красный принц Завоеватель мира Покоритель народов Супруг солнца Разумеется, вы меня знаете Он умолкнул, и поза его становится гораздо более Гораздо менее пафосной С другой стороны, похоже, мне стоит признать тот факт Что в данный момент я все-таки еще нахожусь на пути к великим свершениям и покорениям мира Великая поступь моей судьбы Немного споткнулась Но не бойтесь Я был рожден для трона И я его заполучу Позвать его путешествовать со нами Вы серьезно? Щедрое предложение Впрочем, вы уже доказали, что вам можно доверять В конце концов, вы вернулись за остальными на том корабле Хорошо, я согласен При одном условии По причинам, которые я не готов сейчас разглашать Мне необходимо встретиться с основицем Мистиком нашего народа У меня есть основания полагать, что один из них сейчас на этом острове Дайте слово, что мы его найдем И я позволю вам сопровождать меня Вот это ты загнул, братишка Знаете, что я выберу? Наверное, мы не будем ему ничего Слово давать Так сказать, что обещать вы ничего не станете Но постарайтесь не забыть его просьбу Вот любите выходить вокруг да около, я посмотрю Ну ладно, сгодится и такой ответ Теперь, когда с этим покончено, пойдем по порядку Даже если ты владеешь араторским искусством не хуже меня Полагаю само собой разумеющимся, что с настоящего момента Основную часть времени за нас буду говорить наши мечи Как прирожденный боец, я предпочитаю работать клинком Но также владею секретами магии И если угодно знаю немало грязных приемов Подойдет? Ага, и тут у нас, значит, выбор Мастер клинка Потом ловкость И мистических искусств Знаток Давайте, наверное, знатока мистических искусств возьмем Хотя он боец прирожденный Давайте возьмем, наверное, скорее всего Пускай он будет у нас, кто умеет драться Так вот Не стоит принимать мою грацию за хрупкость Мои удары крушат щиты Мои уколы пробивают любую броню Если тебе нужен воин То он перед вами Рыцарь, рыцарь нам вполне подойдет Ну, в принципе, наверное, мы возьмем с вами рыцаря, да? Боевой маг, это я не знаю Но наносит большой урон Так и защитить себя Давайте рыцаря возьмем Где тут у нас? Вот так вот Прекрасно Что ж, тогда вперед к победе или смерти Значит, решено Красный принц кивает и одаривает вас улыбкой В которой в равной степени Сквозь учтивость и презрение Теперь вы знаете, что вам предстоит путешествовать в обществе принца При приличествующем обращении Ваше величество Ваше королевское высочество Или если вы вдруг решите повольничать Милорд Можно сказать, вам очень повезло Поскольку так уж вышло, что я остался без багажа Вам не придется носить за мной мои пожитки Ну, спасибо хоть на этом, блин Разумеется, не следует забывать и о прочих формах протокола Коих немало Однако, вашим дальнейшим умчением я смогу заняться позднее А пока не будем терять времени зря В путь Наконец-то ты прекратил болтовню свою Красный принц Дневник И что же мы можем узнать об этом красном принце? Мне повстречался ящер, назвавшийся красным принцем Аристократ, изгнанный из своей империи Он присоединился ко мне в надежде отыскать ящера-сновидца Который находится где-то на этом острове Он ничего не сказал о цели его поисков Ладно, будем искать этого принца-сновидца Ой, мага-сновидца Раз уж мы сюда пришли Так, а тут что это у нас такое? Какая удача, мудрость, ну-ка Серые глаза кота затуманены, но он глядит на вас с большим интересом Глаза кота просняются и он озадаченно трясет головой Ну и что? Пускай трясет головой Так, бочки Денюшка Пустота А это что у нас? Здрасте, дяденька А тут лучше, чем на этом вонючем корабле, правда? Это замечательно, что ты спас остальных Я одного видела на берегу пару часов назад Он одежду выжимал Увидитесь Привет ему от меня Хорошо, девочка Передам я привет ему Если я его, конечно, еще найду Здесь у нас абсолютно ничего нету Ладно, хорошо Давайте двигаться сюда В этом направлении Так, это что у нас тут? Кто-то стоит Ой-ой-ой-ой-ой Наверное, сюда не надо пока нам идти Ранехонько А что это такое за дым? Что-то горит? Длинный сук Оп, подобрали И больше здесь Погоди-ка А, это девочка там стоит на побережье Ясно Так, бочка Пустая Арника, цветочек Хорошо Так как, а? Какие тут Красоты Так, ну и что же? Что-то чувствуешь? А что ты чувствуешь? Ох ты Смотрите-ка Куча земли Судя по грязи Здесь недавно копали Если у вас есть лопата Или вы ящер Можно попробовать узнать Что же тут Зарыто Ну-ка ящер Пробуй Смотрите-ка Копает И выкопали Что-то Кожаные доспехи Славный лук И золото Хо-хоу А ну-ка Давайте-ка взглянем Ё-моё Я, конечно, эту броню себе одену Хе-хе-хе-хе Олух 6-8 Физическое Конечно, возьмем Погоди А я могу его надевать? Экипировать Отлично Все равно Из меня Боец Никакой Будем издалека Бомбить Вражин Отлично Мне нравится Что-то Хотя бы Донашли Так, а здесь у нас Что такое Что это за Проходик такой Ничего Тупик А не, смотрите-ка Ух ты Перо Это обычный нож Блин Заточка даже Побережье Форта Радость Куда же нам Еще это Можно с вами Рвануть Как мне Вот эту штуку А войти Вот этого И выйти Вон туда Давайте-ка мы Так вот сейчас С вами сделаем Да, ребята Жанр РПГ Вот Такой Вот он Весь из себя Приходится много Бродить, лазить, ходить Ух ты А это что Смотрите Проходик такой Опа Тайный Альков Ого Это кто там У нас Стоит Фейн Слушайте Фейн Это же Если не ошибаюсь Это Скелеты Эльф Или как там Увеличател Слишком Тяжело Для меня Блин Я ходить не могу Хорошо Давайте попробуем Так вот сделать Все Ну Уходим По крайней мере Когда открывается Ниша Вы видите Там того же Скелета Что был на корабле Он все еще Без маски Склонившись Над трупом Он тычет тому в лицу И оттягивает кожу Проклятие И как Скажите на милость А Возможно Костяные пальцы Ухватывают кожу На лице мертвеца И резко дергают вверх Еще пару раз Потянув труп за щеки Скелет Оставляет эту затею И роняет голову обратно Она падает С глухим стуком Проклятие Крепко держится Возможно Борода создает Дополнительное крепление Это любопытно Вежливо Кошленем Тьфу Нет Не подходи Не А А Это ты Признаюсь я удивлен Возможно Плавучесть У тебя лучше Чем мне Казалось Кивнуть в сторону Трупа Что-то ценное Есть О У этого трупа Есть лишь одно сокровище Чрезвычайно Распространенное Необычайно ценное Лицо Досадно Что Это лицо Так Привязано К своему черепу В обычных слоях Я воспользовался бы Специальным инструментом Чтобы аккуратно Но Бесповоротно Сорвать лицо С этого трупа Я мог бы Изготовить маску Чтобы скрыть Свои кости Но у меня нет Нужного инструмента Скелет Хватает труп за щеки И силы тянет на себя Кожа мертвеца Не поддается И он Раздосадованно Кряхтит Спросить его про череп Такого вы никогда раньше не видели Какая еще резьба Ты же не можешь всерьез полагать Что мы с тобой одной породы Тебе не доводилось видеть ничего подобного Потому что тебе не встречался Никто похожий на меня Говоря просто Я вечный А ты нет Соболезную У остальных Увы Та же проблема Что и у тебя А мои сорвищи Блистают Своим отсутствием В этом мире Их точно нет По крайней мере В иных мирах Сейчас в черных копиях Ведутся раскопки Возможно Там я найду ответы На свои вопросы Похоже Ему нужен спутник Спросить Не откажется ли он Состать нам компанию Я полагаю С учетом всех обстоятельств Что это Может Оказаться Взаимовыгодно Я вижу Ты в этом мире Чувствуешь себя Куда свободнее Чем я Это может быть полезно Так Превосходно Раз уж мы тут Разговорились Возможно От твоего внимания Не укрылось Что мои способности Безграничны Разумеется Магические искусства Мое излюбленное хобби Но это не означает Что я не владею Клинком или луком Так что Именно потребуется Для твоего Предприятия А что для моего Предприятия Мистических искусств Владеет ли он магией Много магии Силы мироздания Были подвластны мне Когда твоя раса Еще ходила Под Часто она там Пешком ходила Какая именно Специализация Тебя интересует Так Я жрец Нужен Заклинатель Или же Призыватель Черт подери Ну я даже не знаю Кто мне нужен Может быть Волшебника возьмем Нет Возьмем Наверное Все таки Призывателя Это мне по силам Даже если Одну руку Привязать за спину Ну так что Вперед Нас ждут Великие дела Решено Великолепно Вот и славно Тогда в путь Ух ты И нас уже Ребята Стало Трое Йо Отмычки Большой кусок Дерево Сырые Ребрышки Так У нас Этот же Воин Дракон Так Вы нашли Отмычку Чтобы Злой Замок Используйте На нем Отмычку Понятно Чтобы посмотреть Все подсказки Обучения Войдите Ну понятно Все это Так Где у нас Тут дубина 6-9 Так 6 А 8-9 А тут 6-7 Естественно Вот Подожди Ты Экипируем Ха-ха То-то я Но А у Скелета Что у нас Бросовый Жезл Огонь 2-3 Ну как-то Хиленько Да Да Ничего не поделаешь Хиленько Очень Отравление Какое Блин Отравление Как у Покойника Тоже Тут Оказывается Что-то Есть Ладно Давайте Мы здесь Вот это Обойдем Я-то Понимаю Тут Яд Что-ли И Куда Мы тут Сможем С вами Пройти Ух ты Какой Сундук Шикарный А как До него Добраться Опа Труп Эльфа А как До трупа Добраться Жесть Все Все Очень Странно И запутанно Ну что же Хочу Пойти Ребятушки Наверное Побомбить Помните Тех жуков Которые были Вначале Как Сказать Для Разминочки Посмотрите Вообще Что Мы Представляем Что У нас За Команда Собралась Лидер В поле Зрения Так Где же Он По-моему Где-то Вот Где-то Вот Здесь Они Должны Да Вот Тут Посмотрим Насколько Мы Хороши Ну вы Хоть Там Бежите У меня Нет Бегут Бегут Ахламоны Так И Наверное Приступим Бой Я могу Стрелять Опа И Еще разочек Оп Они Еще Умеют Разговаривать Ты Смотри-ка А ну-ка Получи Гореть Тебе В аду Куда 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 Ты Бежишь Там Куда Ты Бежишь Кривозадый На-ка Дубинкой Неплохо 12 Сразу На глушняк Повалили Что там У тебя Есть Куда 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 Посмотри Ты Посмотри Что Вытворяет Давай Еще разок Зажгем Ее И Ага И еще Хотел Сказать Так Ну-ка Давай-ка Удар Оп Мимо Зашибись Блин Бьешь Просто Малорик А так Готово Так Пусто Здесь И здесь Патраха Комковатый Причем Ничего Нету Магистр Джалин Йоу Кипалки Вот это Хорошо Это мне Очень Пригодится Свиток Воскрешения Обязательно Нужен Как он Кровь Интересно Сосет Я не понимаю Можно Так Это не то Вытягивает Жизнь Из разлитой На поверхности Крови Восстанавливая Ваше здоровье Ну вот Смотрите Вот кровь Да Разлитая Как же А Вот Ага Понятно Уставиться На мертвых Чудовищ Затем Затем Отметить Что похоже Из-за них Корабль И пошел Ко дну Они почти Не сопротивлялись Похоже На суши Они не столь Сильны Убийство Зеря Пусть даже И кровожадного Никогда Не приносило Мне радости Вот Вот И пообщались Вот И славненько Ну что же Первая Ребята Победа У нас Именно На острове Сделана Так что Пора Нам Куда То С вами Еще Завернуть Очень Конечно Мало У нас ХП У Наших Бойцов Также Нету Практически Никакой Хорошей Амуниции И Меня Это Немножечко Расстраивает Так Ладно Давайте Кот Глядит Вперед Напряженный Словно Пружина Он В любой Момент Готов Броситься Гракуле Бегсва Шипит Так Ребята Сейчас Я Наверное Здесь Сохранюсь И Посмотрим Что У нас Тут Будет Ожидать А ну Ка Давайте Ка Не Подходи Колдун И Рот Не Раскрывай Говорит Пробужденный Самим Богами Атуза Мы Знаем Что Ты Помогла Колдунам Бежать У нас Есть Доказательства Александр Я Скорее Отрезала Бо себе Язык Чем Солгала Вам Я Не Знаю Ничего Ни Каких Бегельцах Если Тебе Нечего Больше Сказать Пробужденного Значит Язык Тебе Без Надобности Отрежь Его Александр Вы Не Шутите Нет За Столько Лет На Службе Магистр Ты Должна Была Бы Уже Научиться Выполнять Любые Приказы Командиров Что Из Уродов Ю Так Давайте Вот Это Возьмем Молчать Ты Атузо Берется Закончив 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 Двумя Пальцами И Подносит Кинжал К его Основанию Она Крепко Зажмурит Глаза И Капли Крови Текут Полезию Падая На Землю Она Стонет Довольно Мой Мой Закончив 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 Ох Ты Вот Так Вот Все Зашибись Какая Напрасная Потеря Пошли У нас Еще Полно Дел Так Магистр Атуза Нога Атузы И Свиток Воскрешения Очень Хорошо Эльфы Могут Поедать Конечности И Переживать Воспоминания Тех Кому Эти Конечности Принадлежали Даже Так Магистр Ящер Или То Что От Нее Осталось Валяется В луже Из Крови И Внутренностей Тяжелые Времена Требуют Жестких Решений Ящеру Идти В Магистр Преступления Каковы Были Ее Резоны И Наказание Справедливо Она Убила Это Существо Прикончила Как Будто Ее Жизнь Ничего Не Стоило Эти Смертные Просто Чудовища Такова Видать У них Тут Жизнь Слушайте Мы Заходим С вами В Какой То Город Что Ли Форд Ратос Гетто Быстрое Сохранение F5 Хорошо Попробуем Отлично Сохранились И Что Мы Здесь С вами Можем Для себя Такого Надыбать Пустая Чаша Ладно Заберем Джет Здесь Такой Шум Что С мыслями Собраться Сложно Она День И ночь Голосит О своей Дочке Слышишь Фара Хватит Да Что С тобой Твориться Сначала Я Сочувствовал Мать Зовущая Мертвого Ребенка Печальное Зрелище Но Даже У Сочувствия Есть Пределы Сказать Что Она Возможно До сих Пор Чувствует Дух Девочки Ну Если Эрма Все Еще Где-то Здесь То Надеюсь Она Подаст Матери Знак Тогда Я Хоть Поспать Смогу Не Пойми Меня Неправильно Мне Очень Жаль Фару Она Мне Не Чужая Я Ее Всю Жизнь Знаю Ее Дочку Эрму Тоже Знал Фара Была Разумной Женщиной Но Сейчас Она Свихнулась Оголосит Так Что Коты Завидуют Сказать Что Она Кажется Вам Совершенно Нормальной Просто Расстроенный Расстроенный Это Немного Слабовато Сказано Она Все Время Дочку Зовет Обедняжку Убили Исчадие Пустоты Ее Уже Месяц Назад Как Похоронили А На Форте Радость Вообще Не Была И Воплем Ее Не Вернуть Вот Так Вот Фара Пожалуйста Прошу Тебя Помоги Мне Никто Не Хочет Мне Помочь Бездушный Негодяй Моя Дочка Пропала Моя Девочка Спросить Чем Я могу Ей Помочь О Спасибо Тебе Ее Уже Несколько Дней Нет И Ни Одна Живая Душа Не Помогла Мне Ее Отыскать Ее зовут Эрма Ростом Тебе По бедру Черные Волосы Тихая Такая Девочка Раньше Никогда Не Уходила Я Ужасно Волнуюсь Ужасной И Никто В этом Проклятом Лагере Пальцем Не Пошевелил Чтобы Помочь Мне Последний Раз Я ее Видела Прямо Здесь Три Дня Назад Она Играла Со Своей Куколкой А Я Стирала Ее Рубашку Я Отвернулась На один Единственный Миг А ее Уже Не Было И Куклу Она Оставила Это Так На нее Не Похоже Попросить Дать Вам Рассмотреть Куклу Получше Да Да Конечно Вот Возьмите Ее С собой Когда Найдешь Эрму Отдай Ей Куклу И скажи Что Мамочка Зовет Своего Цыпленочка Домой Так Я ее Называю Мой Цыпленочек Рукавом Рубашки Она Вытирает Текущие Из глаз Слезы Тогда Она Пойдет С тобой Вернется Вместе С тобой Ко Мне Сказать Что Я Сделаю Все Что Смогу И Распрощаться Ты Настоящий Ангел Правда Вот Так Вот Мы С вами Получили Видимо Какое Первое Задание Наверное Мира Какая Это Стоит Женщина Хватается За горлом Словно Задыхаясь Постучать Ее По спине Не Трогай Меня Ты Слишком Близко Этот Ошедник И Этот Форд Они Вытягивают Из Меня Жизнь Я Понимаю Твое Чувство Вот Как А На Вид У Тебя Все В Порядке Разве Ты Не Чувствуешь Какой Тугой Этот Ошедник И Мы Ничего Не Можем Сделать Ничего Не Можем Делать Она Много Хватается Руками За горло Пытаясь Оттянуть Ошедник Чтобы Вдохнуть Но Ничего Не Получается Понятно Ничего У тебя Не Получается Так А что У нас Тут Внизу Стойка С Рыбой Забираем Ох Ты Сколько Рыб Ой Не Погоди Оставь Это В покое Да 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 Я Понял Так Это Нельзя Брать Абсолютно Потому Что Оно Все Красное Значит Это Будет Воровство И для Меня Может Плохо Кончиться И И Смотрите Смотрите Здесь Здесь У нас Флаг Стоит Это Значит Какое То Задание Лагерная Кухня Так Смотрите Тут Патрульный Краус Какой-то Патрульный Плечу С Который Вы Дрались Против Ищадий Пустоты В трюме Тонущего Корабля Ее Взгляд Сосредоточен Настоящим В отдалении Ящерей И У вас Возникает Ощущение Что Ему Очень Не Повезло Этот Хищный Взор Не Предвещает Ничего Хорошего Спросить Что Нужно Было Сделать Чтобы Заслужить Такой Взгляд Стоило Этим Словом Сорваться С ваших Губ Как Она Оборачивается И Скручивает Вас В захват Вы ощущаете Как ваше Горло Впивается Острюе Длинной Иглы Ты Застал Меня Врасплох Никто Не может Застать Меня Врасплох Кто Ты Давайте Вот так Не Так Уж И далеко Я бы Сказала Здесь Преят Магистры Они В большинстве Своем Люди Как И Ты Толчок Поворот И Вот Вы Уже Стоите К ней Лицом К лицу Игла По-прежнему Глубоко Утоплена В вашу Шею Несмотря На то Что Сейчас Казалось Бы Думать Надо Совсем О другом Вы Подмечаете Что Ее Точные Черты Далеки От Совершенства Странной Формы Шрам Уродует Левую Щеку Откуда У вас Этот Шрам Позволь Рассказать Тебе Одну Историю В старые Недобрые Времена Один Ящер Вырезал Мне Вот Это Этот Живой Шрам На щеке Знак Рабства Но Теперь Я Освободилась Можно Сказать И Отследила Этого Ящера До Форта Радость Я Намереваюсь С ним Об этом Поговорить Заметить Что Вы Вовсе Не Тот Сам Ящер Она Вгоняет Иглу Все Глубже И Шепчет На Самом Деле Совершенно Не Важно Кто Ты Ты Видел Как Я Помечаю Добычу Ты Мог Б Предупредить Его Спасти Его Убить Его Раньше Чем Я До Него Доберусь Значит Ты Препятствие Корм Для Иглы Сделать Предложение И Объединиться В ответ На Ваше Предложение Раздается Смех Как Интересно Признаюсь Я Не Ожидала Такого Поворота Думала Сейчас Начнутся Мольбы И Стинания Говори Побыстрее Зачем Мне Присоединяться К тебе Сказать Что Мы Готовим Побег Для Сущ И Нам Нужен Кто То С Е Навыками Побег Право Слово Ты Меня Интригуешь Местные Наивные Простачки Сказали Что Это Невозможно Напомнить Кто На корабле Спас Жизнь Умный Ход О Моя Маленькая Иголочка Что Нам Делать Ткнуть Или Убрать Мучительный Выбор Знаешь Что Сегодня Чудесный День Солнышко Светит Свежий Вытирок Да Я Сохраню Тебе Жизнь И Даже Пойду С тобой Если Пообещаешь Что Мы Поболтаем С тем Ящером О Котором Я Говорила Что Там Несомнительное Что Погода Спасет Его Изящным Движением Руки Она Убирает Иглу От Вашего Горла И Улыбается Будто Только Что Пригласила Вас На Чашечку Чаю Тогда Давай Обсудим Кто Из Нас Что Делает Хорошо Мы Втроем Ты Я И Смерть Будем Много Играть В Прятки Какие Действия Ты Ожидаешь От Меня Я Вор А Это Значит Что Моя Основная Специальность Скрытное Убийство Бесшумный Незаметный Удар Кинжала Впрочем Я Прекрасно Обращаюсь Любым Оружием И Хорошо Разбираюсь В магии Так Что Выбор За тобой И Кто Же Нам Нужен Нам Нужен Да Вот Тебе Загвоздка Кто Же Нам Нужен Достаточной Ловкостью Знаток Мистических Искусств Давайте Так Сделаем Ну Разумеется Я Умею Играть На Струнах Магии Словно Арфист На Своем Инструменте Какую Мелодию Предпочитаешь В Это Время Суток Так Жрец Есть Заклинатель Заклинатель У нас По По-моему Нету Так У нас Есть Призыватель И Слушайте У нас Мало Бойцов Нам Нужны Бойцы Скорее Всего Или же Так Кто Нам Нужен А Так Так Это Это У нас Кто Это У нас По-моему Боец Этого Мы Сделали С вами Сейчас Секунду Секунду А Могу Я Могу Томи И Драться Да Вы И Попробуем Можете Подождать Здесь Ну Давай Разрешение Ну Надо же Отношение Со Спутниками Чтобы Узнать Текущее Отношение Спутника К вам Щелните Правой Кнопкой Выберите Пункт Осмотреть Имейте Ввиду Что Спутники Которым Вы Не Нравитесь Рано Или Поздно Покинут Ваш Отряд Он Просит Сновидца Подняться И Внимательно Его Выслушать Тот Подчиняется Униженно И Неловко Сновидец Разжевывает И Проглатывает Горсть Листьев Друдены Прежде чем Погрузиться В Транс Он Засыпает К вашему Недоумению Красный Принц Ложится Рядом И Следует Его Примеру Примерно Через Полчаса Оба Просыпаются И Начинают Обсуждать Уведенное Во сне Красный Принц С очевидным Раздражением Потирает Переносицу И Наконец Поворачивается Спиной К Сновидцу Несущему Бессвязный Бред Так Улыбнуться И сказать Ему Что Вы По чистой Злучайности Уловили Обрывки Мудрости Которую Он Только Что Обрел В Ответ Вас Награждает Испепеляющим Взглядом Заслуженная Порция Сарказма Не спорю Должен Признать Жалохвост Не самый Звездный Представитель Сновидческого Небосклона Однако Сами Сновидения Казались Достаточно Просветляющимся Оказывается Меня преследует Враг О котором Я и не знал Что он Существует В реальной Окутанной Легендами Дом 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 Теней Но Сновидцы На моей Стороне По крайней Мере И они Видят Меня На Престоле Задаться Вопросом Так ли Ценен Его Трон Если С ним В комплекте Идут Убийцы Само Собое При рождении Мне была Обещана Империя И этому Обещанию Суждено Сбыться Но Для этого Мне нужен Второй Сновидец Более Сильный Более Опытный Путешественник По миру Снов Его Звут Бахара Он Обитает На Болотах К востоку От Форта Так Давайте Постараемся Скорее Устроить Побег И направимся Туда Так А что Мне В тот Самый Миг Когда Вы Направляете К К Сибила Вдруг Зажимает Ваш Подбородок Большим Указательным Пальцами И поворачивает Гулу Так Чтобы Вы Посмотрели Ей В глаза Послушай Мне Надо Поболтать С этим Куском Мяса Он Причинил Мне Зло В прошлом Но Возможно Сейчас Принесет Пользу Почему Бы И нет Вы Не Возражаете К Вашему Изумлению Сибила Одной Рукой Придушивает Не Успешу Опомнится Ящера Другой Загоняет Ему В пах Кончик Иглы Начинается Допрос Вам Слышно Как Он Что-то Выкрикивает Про Хозяина Одиноких Волков И Какого-то Грифа Внезапно Кров Хлещет Во все Стороны И Желохвост Падает Ничком В собственные Вывалившиеся Кишки Сибила Удовлетворенно Вздыхает И Вытирая Начисто Свою Углу Из Подволь Коситься На Вас Разговор Окончен Черт Теперь у них Будет Блин Разногласия Какие-то О чем Ты думаешь Потребовать Ответа Почему Она Так Убила Его Жестоко Все Просто Он Отметил Меня Шрамом И Я Отплатила Ему С Троицей Она Смотрит На Вас С обманчив Невинным Видом Это Вызов Ты Будешь Меня Винить Сказать Что Что Еще Как Будет Это Хладнок Так Признать Что Если Кто Ага Так же Ну Наконец Я Уж Отчаялась Увидеть Как Ты Начнешь Проявлять Характер То Как Быто Ни Было Что Мертво Того Не Воротишь Так Давай Займемся Делами Поважнее Что Скажешь Увы Мой Шрам Все Еще При Мне Надежды Оказались Тщетны Согласиться Что Есть Вещи Поважнее Знаешь Что Я Немного Проголодаюсь А Жалохвост Как Раз Говорил Здесь Имеется Повар Некто Гриф Убьем Двух Зайцев Одним Ударом Что Скажешь Е Мое Еще Грифа Хочет Тут Заколбасить Так Хорошо Мы Давайте Труп Его Жалохвоста Хочу Обшмонать Неплохо Так И Что Мы Здесь Стойка С Рыбой Тоже Конечно Забираем Так А Где Здесь Интересно Что Там Можно Поспать Что Нет Ну Спать Мы Сейчас Не Будем Ящик Пустой Слушайте А Где Мне Теперь Найти Этого Грифа Вот Что Я Думаю Повар Разумеется Стойка С рыбой Тут Смотрите Собака Какая Это Стоит Шла Сюда Сейчас На кошку Наверное На мою Напрыгнет Так Что Так Звериная Шкура Годится Ух ты Череп Заберем Все Это Не знаю Конечно Для чего Но Так А это Кто У нас Доктор Леста Какой-то Извини Я Сейчас Ужасно Занято У Тебе Случайно Нет Чего Нибудь Спиртного Поэтому Бедняги Оно Не Повредит Вынуть Сумки И Предложить Ей Ну Надо Же То Что Доктор Прописал В моем Лице Спасибо Тебе Ты Душка И Старик Дайн Тебя Тоже Поблагодарил Если бы Смог Этот Бедняга Что-то Не Поделился Одним Из Гриффиновых Шулеров И Получил Дубиной По Черепу Он Обречен Это Понятно Но Я Хочу Чтобы Облегчить Его Последние Дни Вы Получили Новый Уровень Нажмите И Чтобы Улучшить Свои Качества Умения Ага Ну Наконец То Что Тут У Нас Мы Можем Сделать Ага Два Очка У нас Да Значит Мы Можем Сделать Вот Так И Наверное Интеллект Тут У нас Еще Вот Что Ух Ты Ладно Давай Наверное Дальний Бой Блин Повышает Весь Урон Воздуха Ядом И землей Офигеть А у Меня Это Что Некромантия Гидро Софитика Некромантия Две Некромантия И гидрософитика Какая-то Да Гидрософитика Некромантия Черт Ты его Побрал Давайте Гидрософитику Сделаем Так А тут Что У нас Обмен Талисман Удачи Знание Легенд Знание Легенд Позволяет Осматривать Противников И Опознавать Предметы Чем выше Значение Тем больше Всего Вы можете Опознать И тем Быстрее Вы это Делаете Телекинез Определять Дистанцию И вес Предметов При Телекинезе Телекинез Так Надо Телекинез Наверное Изучить Таланты Так И это у меня А Это у меня Каждый Получил Так А эльфийка Это кто у меня Двухручная Палец У нее С Физически 6-7 Угу Хорошо И у нее Какая магия Это есть Так Кровосос Рой Москитов Жертва Плоти Некромантия Некромантия И военное Дело Разбитие Ковы Черт Подери Вот Как Вот Тут Блин Я не знаю Ну Давайте Интеллект Наверное Возьмем Так Вот Сделаем Хотя Какой Интеллект Она же у меня Воин Да Вот это Я туплю Хорошо Так Давайте Наверное С вами Ух Два оружия Вот Черт Подери А Ребята Что Лучше Сделать Что Взять Давай Некромантию Возьмем Так А здесь Телекинез Тоже Пускай Будет Так Что У нас Скелетик Скелет У нас Вроде Бы Как Маг Поэтому Тут Обязательно Интеллект Будем Делать И Так Это Одноручное Жда Одноручное Призывание 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 Значит Будем Качать Ему Так И Надо Талисман Талисман Удачи Шетвер Натит Дополнительный Скрощий При Обыске Так И У нас Остался Красный Принц Ему Конечно Мы Дадим Силу Так Одна Ручка У него Даже Или Двух Ручка Давайте Двух Ручку Скачаем И Здесь Мы Сделаем Знание Легенд Вот Так Вот Хорошо Вроде бы Хорошо Все Пустой Флакон Для Зелья Мы Не Можем Это Ничего Сделать Дэйн Человек Спит Так Крепко Что Его Можно Счесть Замертвого Ладно Все Понятно Так Ну Что Ж Вроде Бы Как Мы Тут Ага Вон Смотрите Тут У нас Еще Флаг Какой То Появился Лагерная Кухня Подожди Ка Гриф Мне По-моему С ним Нужно Было Пообщаться Сибила Мягко Кладет Ладонь Вам На Поясницу С Ее Уст Вам На Ухо Доносится Шепот Позволь Мне Поговорить С Этим Господином Есть У Меня Одна Мыслишка Ну Давай Дадим Ей Шанс Сибила Выходит Вперед И Расспрашивает Повара Грифа Об Одиноких Волках Одна Мертвая Птичка Ей Насвистела Что Говорить Тут Надо Именно С ним Следует Короткий Обмен Репликами Деньги Переходят Из рук В руки И Не Успевайте Вы Опомнится Как Сибила Уже Стоит Рядом С вами Торжествующе Улыбаясь Спасибо Полагаю Нам Все Таки Пора Бежать В Гулких Топях Меня Ждет След Волчьей Стаи Просить Злой Серый Волк В Умелых Руках Он Не Страшнее Щенка Я Уверена Его Зовут Залискар Красивое Имя Может Станет Незанятным После Нашего Разговора Так Отлично Ну Что Ж Мы Тут Поговорили И Меня Это Радует А Как Ж Мне Вот Этот Телепорт А Вот Я Могу Тронуть Этот Телепорт Святилище Поставлено Во славу Лицюана Божественного Воплощения Семерых Богов Ух 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 Смехнуться Факт Наличие Святилища В этом Безбожном мире Но Давай Склоним Голову Где-то глубоко Внутри Себя Вы Ощущаете Гул Низкую И Звучную Вибрацию Ваши Колени Подгибаются Гул Нарастает Мир Словно Наклоняется Вбок и чернеет. Найден алтарь странствий. Ага, пляж и площадь. Понятно. Мы можем между ними летать. Блин, вы посмотрите, сколько тут всяких вкусняшек. Блин, я хочу это все. Так, а где же те уроды, которые наказали дедушку? Эй, ты! Ты ведь только что прибыл, да? Скажи! Шепчет. Ты один? А ты кто такой-то вообще? Гевин какой-то. Зачем ему это? Просто у меня есть предложение, очень ценное. Но это дело для большой компании. Не, для большой компании. Я расскажу только одному. В таком случае, слушай, можешь подумать, что я спятил обращаться с таким делом к незнакомцу. Но в этом лагере одни трусы, а у меня мало времени. Очень совершенно. Катастрофически. Я долго тут сижу, дольше, чем кто-либо другой. Иногда кого-то забирают, говорят, их вроде как лечат. Не знаю, верю ли я в это, но точно не хочу дождаться, чтобы узнать наверняка. Я знаю, как отсюда выбраться. Будет непросто, поэтому мне нужен напарник. Только один. Тебе интересно скатиться с своим предложением? Отказаться? Вам нужно думать о своих спутниках. Благородный? Благородный, значит. Когда у вас всех заберут магистры, поможет тебе твое благородство. Удачи тебе с твоими друзьями. Хочешь скоротать последние дни жизни в хорошей компании, да? Да, хочу. Так, а что у меня вообще тут за задание? Что мне тут нужно сделать? Так, мы оттуда пришли, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Я уже, честно говоря, запутался. Так, ладно, пойдемте мы с вами. Команда у нас, по-моему, собрана полностью. Мы уже никого, наверное, принять к себе не сможем. Почему-то мне так кажется. Мавол. Марго. И ничего тут хорошенького нету. Ага, нашел я таки. Красный, мне сказали. Красный, опасный, а потом дохлый. Не понял. Вздохнуть. На вашу жизнь снова будет покушаться? Честно говоря, вам это уже порядком прискучило. Да что ты, друг? Какое покушение? Убийство. Время вышло, ваше усыдничество. Потанцуем? Йо, коломаны, это что такое? Это он тут один против нас, что ли? Бутыль с маслом. А вот это мне не нравится. Так. Ну-ка, давай-ка. Внизу невидимости, блин. Как это так? Внизу невидимости. Хорошо, давайте мы сделаем... Нет, это слишком, блин, воодушевление. На себя. А, на всю команду даже действует. отлично. Так, и... восстановление. Оп, регенерация, отлично. Следующим у нас ходит... Кто там? Скелет. А ну-ка, получи. Черт подери, всех поджег, блин. Вот ты дурила, а. Ещер, уходи оттуда. Ух ты, нифига. Без ему в ребро. Калечащий удар не хочешь, а, гад? Так, эльфийка, давай вот сюда перебирайся. И что тут у нас есть? Гигантских москитов. Давай-ка вызов гигантских москитиков. Вот так вот. Ты смотри-ка, что он сзади делает. Кровотечение получает у меня мой красный принц. И мы промахимся. Вообще замечательно. Просто, блин, великолепно. А если я тебя подожгу, гад? Ага, не вышло ни шиша. Молния измерений. Он все блокирует. Таран. Опа. Отличненько. Подлечились, малеха. Ну и кто ходит сейчас? Каменную броню использует гаденыш. Думаю, что это его спасет. Ой, зашибись, он еще и невидимость сделал. Бежит, бежит, сматывается, гад. Но не тут-то было, сосунок. отлично. Это у меня там скелетушка бедный. Бубнит там что-то себе под нос. притвориться мертвым. Офигеть, притворился мертвым. оглушение. Давай-ка мы наверное сделаем просто ударим. стоп-ты гаденыш сдох, а? Вот так вот. Вы посмотрите, сколько у него там хп, блин. только сейчас это заметил. Так, кто у меня там сейчас ходит? Мой вне поле видимости. Сейчас и мы по-моему тут загнемся. да как, блин, ты не в поле видимости-то, а? отлично. Ужить. Отлично. На гад получи. Призыв инкранта. Вот так вот. Пускай этот чувачок пощебечет тут. Хе-хе-хе. А ну-ка, вот так вот. У, неплохо этот малютка жгет-то, кстати. Да на тебе, гад. Ох ты. Слушай, малыш этот просто зажигает. Четко. Мы победили. Так, а мне нужно теперь воскресить принца. Давай, воскрешай, воскрешай. Да что у тебя, блин, все не в зоне видимости? Ты достал уже, а? Жрец хренов, блин. Не в зоне видимости, блин, не в зоне видимости у него. Вот так вот, наконец-то, блин. Нарин. Взбивающая стрела. Деньги. Поножи волшебника. Сущные жизни. Так, и тарелка. Хорошо, давайте посмотрим, что тут у нас за... за... Так, поножи волшебника. Кто? Ну, мы, в принципе, волшебник, нам поножи пригодятся. Так, как их там одеть-то? Экипировать. Какой-то, как пугало выглядим, блин. Ну что ж, давайте прочитаем. Тебе уже приходилось работать на меня? Работаешь еще раз. Возьми свиток, который получишь вместе с этим письмом и прочитай его на многолюдной площади Аркса. Тебя арестуют за использование истока и отправят в форт радость. На острове найдешь краснокожего ящера, убьешь его, разрежь тело на кусочки, убедишься, что никакая магия в мире не вернет его к жизни. Исполни приказ и тебя будут ждать золотые золота по твоему весу. Удачи, добрые охоты. Ага, это значит, ребята, был какой-то наемник, получается. Да? Просто наемник, который хотел нас тут чпокнуть. Ну, как видите, ему ничего не удалось. Нам нужно питаться. Ну и восстанавливать же, конечно, здоровье. ничтожно мало. Очень мало, ребят. Ну-ка, тыквенная похлебка, как рыба. Ешь, давай. Да, не особо помогает это. Эй, тогда, вот, блин, нам нужны эти пробирочки. Свиток электрический разряд. применить навык. Блокнот Фейна, прочесть. Блокнот заполнен записками, подробно описывающие особенности и привычки смертных рас. Здесь рассказывается и о пище, которую они употребляют, и о водежде, которую носит, и о манере речи. Также приложены малоразборчивые диаграммы брачного поведения. Ну что ж, ладно, мы этих завалили, этого мы гасанули, пойдемте дальше проверять. Что у нас тут? Что это за гном тут стоит? Наим спутников. Некоторые персонажи предпочитают разговаривать с вашим алтаром, когда тот окажется поблизости, разговор с ним начнется. Ну давай же, упрямая деревяшка. Гном сжимает пальцы растреснувшую гном сжимает пальцами растреснувшую всю доску пробитую к острову старого корабля. Он напрягается за всех сил, чтобы оторвать ее, но тщетно. Ха! Спросить, не нужна ли помощь? А то я сам не справлюсь. Гном поплевывает себе на мозолистые ладони, потирает их как следует и хватается за упрямую доску и тянет. Этот трехлявый гвоздь, ух, заколдованный или что? Не нужна ли ему помощь? Ну давай попробуй. Вы хватаетесь за доску и дергайте. Прожавевшие гвозди подаются и доска рассыпается в щепы прямо у вас в руках. Ну ты глянь-ка! Кто бы сомневался, что ты ее выдернешь, когда я сам ее раскачал? Вы видите перед собой плечистого гнова, крепкого, как корпус корабля и обожженного солнцем. Длинная борода заплетена в аккуратной косичке и украшена золотым медальоном. Под мигунув, он бросает вам золотую монетку, описав длинную дугу и сверкнув на солнце, кругляш ложится точно в ладонь. Это тебе за труды. Поблагодарить его кивком. Пустая была затея. Я зря решил, что смогу хоть что-то смастерить из этого дерьма. Но надо же было попробовать. Он смачивает стемной палец и поднимает его, чтобы проверить направление ветра. с таким ветром перевернулись бы еще до того, как в море вышли. Ладно, тогда план Б. План Б? Спросить, планирует ли он побег. Он косится на вас, словно, пытаясь решить, можно ли вам доверять. Ха, я думал плод построить и угрести отсюда. мне на север надо попасть, городишко там есть один. Дрифтвуд, не хочу пропустить назначенное свидание. Сказать, что вам жаль его кричат, из форта надо. Так, сказать, что готовы играть. Почему бы нам не договориться? Ты мне поможешь выбраться отсюда, и я тебе тоже. Протянуть ему руку, рад такому союзнику. Вот это правильно. Приподняв невидимую шляпу, он кланяется с изя... с изя... с изя... блин, с изяществом придворного. Рад познакомиться. Мое имя, эх, давно бельем поросло, а сейчас меня называют зверь. Спросите, откуда у него такое странное имя? О, это долгая история. Давайте я отложу ее до лучших времен. скажем, пока не выберемся с этого проклятого острова. Довольно будет сказать, что в лучшие времена меня звали бы капитан-зверь. Правда, сейчас я без корабля. Времена, временами даже старому морскому волку приходится посохнуть на бережку. в любом в любом случае теперь мы команда, так что я в половину не так важно, как мы. Давай все-таки о главном. Я про драку. Мне столько довелось побродить по свету, что у тебя бы качан закружился это представлять. А уж чему меня жизнь научила. Вообще больше всего мне нравится быть заклинатем. Я боевой маг, можно так назвать. Но нет ничего важнее и сложнее командной работы. Так что тебе требуется от меня? Ух я хочу чтобы это было у меня черт подери кто мне нужен? Мистич мне нужен маг боевой. Тогда решено. Нет. Не нужен мне маг боевой мне нужен мистик. И это будет наверное заклинатель. Значит решено. Отлично. Я гляжу у тебя сейчас нету места для зверя в команде. Ты проходи как вакансия появится и обещаю ты не пожалеешь если меня место найдешь. Понятно. Ух ну что же ребят давайте на этой ноте я завершу свой выпуск и мы увидимся уже в следующей серии если вам конечно это захочется. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока до скорых встреч. до 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 Продолжение следует...